Некогда свирепые существа, летающие в округе, наводящие ужас на народ, превратились в жалкие и беспомощные существа. Вот ее колупайша, она полузаторможенная, приготовилась к зимовке. Все, пчелы зимуют. А это с шестью плюсами семья сбилась, не больше ладошки на крайней рамке, а здесь две ладошки, то, что я вам показывал. И вот до этого места я вижу сетку на дне. То есть пчелы вот собрались, некогда занимающие четыре плотно обсиженных рамки, неделю назад, превратились. Вот она или прилетела, или улететь хочет. В общем, она застынет и погибнет. Эти тоже пчелишки беспокоятся что-то. Ну вот полетела. На вид это старая пчела. Нет, в литок она залезла. Вот еще одна вылетела с верхнего литка. Интересное наблюдение. Вот с северной стороны что-то беспокойное. Хозяйство тоже мечется в литке. Принес крючки. Сейчас принесу ремни и начну вывязывать. Пока тут стоял минут 10, вылетел опять пчел с этого литка. Говорят, не все, не возвратятся. Что их беспокоит, что вызывает? Их на вылет. Везем пчел. Грузим 4-го числа. 5-го числа. В горячем ключе обещают до 20-ти тепла. Посмотрел прогноз на ту неделю. Там до 24-25 градусов тепла. Хоть опять не езжай. Пчелы будут там летать и опять же отходить. Вот эти пчелишки что-то сидят и волнуются. Это объединенные две семейки. По две рамки. Гудят в литке, аж слышно. Ну открою, пусть прохладней станет, он замерзнет. Чтоб успокоились немножко. Если вам слышно, как гудит семья. Вообще это нехорошо. Основная масса, даже соединенная, видите, эта сторона сидит тихо, мирно. И так же соседская сидит тихо, молча, без движения. Эти же шумят и беспокоятся. Ну, жизнь покажет, что с ними было. Куча ремней нарезанных еще лет 25 назад или 30. На 70 или 80 семей. Друзья, вот пчела летает, опорожнилась только что перед уликом. Залетит или нет? Залетела. Только что вот здесь вот капли искрементов пчелиных. Все-таки что-то их, хотя мало. Кишечник не переполненный. Летают, не летают, то есть всего 3-4 дня. Вот, повторяю, еще наглядное пособие. Как солнце провоцирует пчел на вылет. Светит солнышко, на улице 2 градуса тепла. А они начинают летать. Ну, отлетел от улика, естественно, она застынет при такой температуре. Поэтому, как рекомендую, сделаю сам пчел на юге, на зимовке. Ставлю летками на север. Пока не проверяется общая температура, пчелы не вылетят. А так они будут летать. Мы там не присутствуем, ничем не прикрываем. Половина пчелы останется на земле и застынет. Друзья, пчелы возвращаются. Вот только же залетела в леток одна. Вот в этот. И тут летало 3 пчелы. Интересное наблюдение. При такой температуре пчелы вылетают и возвращаются. Но, может, недалеко. Вот, друзья, прилетела пчела. Вот она, пчела, прилетела. Фантастика. Никогда не думал, что пчелы при такой погоде вылетают и прилетают обратно. Вот она еще повернулась. Возвращаются пчелы. Удивительный факт. Найдет она литок или застынет. Но факт тот, что она где-то летала и возвратилась. Никак не может определиться, что ей делать. Зашла. Друзья, зашла в конечном итоге пчела себе домой. И вот она, вторая, также вернулась в полеты. Удивительный факт. На некоторых ульях не хватает литков. Вот так можно кантовать связанный мой восьмирамочный уль. Хоть боком, хоть лежа, они заклинцованы, стоят жестко. Даже если упадет, как я видели, у меня с прицепом оторвалось, все будет на месте. Сейчас прикрутим два литка и поставим. Пчелы не дремят. Только загудела дрель, чуть толкнулась, и они загудели. То есть холодно, мороз, а они все равно на охране собственности. Перевозка очень ответственное дело. Повытаскивал литки, задвижки. Как вы знаете, у меня здесь сетки стоят. Поэтому и тут сетчатое дно. Поэтому убрал задвижки лишние, чтобы воздух был доступом. На улице потеплее. Открыл гараж. Сейчас вынесем на улицу. Будем ждать газель. Каждый уль с рамками восьмью. Весит около 38-43 килограмм. Беру с собой тачку на всякий пожарный случай. Вдруг не будет там грузчиков. Так сам потихоньку их перевожу. Вот наш песик приготовил кастрюльку для еды. Это подружка я. Приготовил место с утра уже. Был мороз. Минус два. Но сейчас к трем часам обещают плюс 20. Вот такие контрасты погоды здесь в горах. Ребята, наши помощники с утра пришли, разгрузили улья. Поехали в следующий двор. Там повыкидывают, чтобы отпустить машину. И начнем расставлять. Ручей пустой. Воды нет. Хозяйка Рена говорит, что и орехов фундука нет. Потому что съела, как ее называют, у нас вонючка. Все поела цветочки, цветения не было, ореха нет. Вот такие осенние красоты в нашем месте зимовки. Весной здесь будет еще лучше. Николай Иванович опередил нас. Привез свой легковой прицеп. С филишками на зимовку. Все у него тут на месте. Попросил посмотреть. Все открыто. Все нормально. Еще на земле поставил вот тут немного уликов. Это вот ребята разрушают. Сейчас выкинут. Водила уйдет. Пойдем мы расставлять. Урочки ходят. Маленькие. Красота. Солнышко встает. Это наш железный конь. Юрин. Митсубиси Аутлендер. Привез нас сюда. Сейчас газелька уйдет. Мы расставим. И часа в два-три дня рванем обратно домой. Амурка постарел на год. Но также со своей кастрюлькой сидит. Ждет еды. Солнышко встает. Туман расходится. Все оттаивает. Приходит весна. Время около 9 часов утра. Улики уже расставлены. Сейчас они успокоятся. Накрою рубероидом. Завяжу. И потом начну открывать. Чтоб они потом меня не кусали. Вот друзья. Погода. Тишина. Не шелохнется ни один лист. Вот из-за этих погодных условий. И ранней весны. Приходится каждый год. За 550 километров зиму. В эти красивые места. Отвозить на развитие пчел. Как бы там ни говорили. Пчеловодческие философы. Что и дома хорошо. В Ростовской, Волгоградской области. Но. Здесь все по-другому. Тишина. Раннее развитие. Позволяет пчелам. К акации. Подойти с наибольшим количеством. Молодой пчелы. И взять акации. Все. Позакрывал. Литки. Транспортировочные. Для большей вентиляции. Не дай бог. Чтоб не запарились. Сейчас. Ослаблю ремни. И принесу укрой руберои. Сережки, ореха, фундука. Висят. Это прошлогодние. Это. Уже этого года. Неизвестно, когда он запылит. По такой теплоте. А вот и пыльца будет первая. Цветет цветочек. Наподобие ромашки. Еще один. Пыльценос. Так что здесь пыльцы. Пчелишкам хватит. Вместе с орехом. Амурка год спустя. С той же кастрюлькой. С теми же телодвижениями. Или уже поел. Или ждет. Награду за ночную работу. Охранял, бегал здесь. Вместе со своим другом. А дубанчик цветет. Сыро. Ну а на солнышке уже, наверное, высохло все. Росы уже нет. Вот такие контрасты кавказской природы. То есть пыльцы здесь хватит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот, друзья. Последний раз одел перчатки, сетку лицевую. Открыл литки. И пчелки полетели. Сейчас посмотрю, что, как, где. И буду потихоньку литки прикрывать. Они успокоятся и будет приведено в зимнее состояние открытие литка, чтобы мышь не пройдет. Вот в таком состоянии приехали пчелишки. Я думал, они тут сильно гудят, а они сидят в клубе. Снимал я там видео три. Может выложу, а может и нет. И покажу, и расскажу. Литки открываются по-разному на каждом улике, чтобы пчелы не перебежали в соседский литок. То есть открывается или нижний, или верхний через один. Пока откроешь все, потом открываешь следующий. И так они, успокоившись, начинают летать в каждое свое отделение. Ну вот такие вот мелочи. Но они, в общем-то, нужны. Пчелка успокоилась уже практически. Прошло минут 15. Присаживается на пулей. Тепло, солнышко. Обещают до 20 градусов тепла. Ну посмотрим. Сейчас я проверю все. Есть время в таком состоянии, что, где, как и почему. Закрою, закатаю рубероидом, прикрою летки. И, в общем-то, можно ехать домой. А кто-то вот подмерз и сидит почти без движения. Одни активные, другие менее активные. Ну, в общем, каждый живет пока. Пошел переодеваться. Градусов, наверное, 15 тепла. Даже повыкидывал газеты объединенные. Сейчас пойду переоденусь. Укутаю рубероидом, прикрою летки и все. Ну все, пчелки облетываются. На улице градусов 20 жары. Поверьте на слово. Я вот одетый в одну теплую рубашку, но летнюю не брал. Наступило лето, пчела летает. Все, приедем в начале марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова